Здравствуйте! Новости в СМПО АВИСМО в эфире. Мы поздравляем вас с майскими праздниками и продолжаем следить за развитием событий. Коротко о главных темах выпуска. Улетели, но вернулись. 2000 шаров поднялись в небо 1 мая. Делегация лидеров АВИСМО посетили участники региональной стажировки. И что, где, когда, как прошла корпоративная интеллектуальная игра. Теперь обо всем по порядку. В управлении социальной политики городского округа прошел день открытых дверей. В числе приглашенных гостей были Ольга Фуртатова, руководитель дирекции по управлению персоналом в СМПО АВИСМО, и генеральный директор предприятия Дмитрий Осипов. День открытых дверей – это всегда возможность поделиться достижениями. Представители всех пяти учреждений социальной системы округа подготовили пятиминутные презентации. Практически в каждой отмечена помощь со стороны корпорации в СМПО АВИСМО. В учреждении функционируют четыре отделения. Отделение социальной реабилитации – это одно из главных отделений учреждения, рассчитанное на 24 места. Из недавней помощи – приобретение мягкого инвентаря для Центра социального обслуживания пожилых граждан. Для подростковых центров на средства корпорации приобретены спортплощадки. И даже расходы по составлению СМЕД зачастую берет на себя градообразующее предприятие. Начальник управления социальной политики округа Александр Балакин подчеркнул, что без такой поддержки вести социальную работу было бы значительно сложнее и вручил Дмитрию Осипову благодарственное письмо. Дмитрий Васильевич обладает такими замечательными качествами, которые нам нужны в верхних сангетах. 1 мая в небо Верхней Салды молодежь города запустила 2000 воздушных шаров, так активисты поддержали движение «За мир». Подготовка как к масштабной демонстрации. Таким количеством шаров можно было бы украсить первомайскую колонну, но у ребят другие планы, не менее грандиозные. Сегодня в Первомай решили провести акцию «За мир, за Россию». И делаем композицию из шаров в виде буквы «З», которые будем запускать. Шары не улетят в небо, мы вернем композицию на место. 25 активистов Верхней Салды в 8 утра приступили к работе. А ее оказалось немало. Чтобы создать композицию надули 2500 шаров. В казалось бы пасмурную погоду ребята сами создали себе настроение. Погода отличная, настроение боевое. Нам нужно надуть как можно больше шариков, чтобы запустить букву «З», чтобы она поднялась. Помогали ребятам профессионалы. Несмотря на ветер и даже некоторые сомнения в том, что все получится, гигантская буква «З» взлетела над стадионом «Старт». Как и обещали организаторы, буква «З» улетела, но вернулась. А ВИСМУ посетили участники региональной стажировки по программе «Мастер государственного управления» для руководителей. Организована стажировка Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В состав делегации вошли топ-менеджеры нескольких российских компаний, финалисты конкурса «Лидер России». В Пермском крае мастера госуправления проходили четырехдневную региональную стажировку. Тема, над которой они работают, весьма актуальна. Как минимизировать отток населения и привлечь к нам кадры. Этот вопрос предметно обсуждался на встречах с представителями краевого правительства, руководителями Березняков и Соликамска, а также топ-менеджерами градообразующих предприятий. С работой двух промгигантов участники стажировки познакомились лично. Они побывали в шахте Уралкалия и на Ависме. В ходе экскурсии делегация посетила основные производственные цехи. Всего за полтора часа топ-менеджеры увидели, как рождается крылатый металл. Производственникам Ависмы гости задали больше десятка вопросов, а в завершении экскурсии высоко оценили организацию технологического процесса. Добавим, что по заданию губернатора при Камье Дмитрия Махонина участники стажировки должны выдать конкретные предложения по решению кадрового вопроса в регионе. Сотрудники ВСМПО Ависма вступили в борьбу за победу в интеллектуальной игре «Что, где, когда» турнир собрал 29 команд и рекордное количество участников – 150 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Сегодня у нас игра третья. Мы ее все очень ждали, потому что пришлось по некоторым причинам отложить. Сегодня у нас очень большое количество команд, что нас очень радует. Игра будет необычной, потому что она немножко будет отличаться от предыдущих игр, но все равно это интеллектуальные игры, интересные, познавательные, и можно проявить себя. Мы обязательно учли, и было у нас поручение для ребят, которые сочиняют вопросы, чтобы обязательно были вопросы о компании, о нашей, о наших людях, которые работают на производстве. Но это наша фишка. Данил, как ваше настроение? Знаете, отличное, прекрасное настроение сегодня. Я пришел сюда поиграть, возможно, даже выиграть. Вот так. Вопросы не очень сложные. Вот те предыдущие две игры были сложнее вопросы. Но опять, когда тебе 40+, тогда не сложно. Вы решили все задания правильно? Были моменты, которые где-то мы промахнулись, но в основном мы идем очень хорошо. Первое место в интеллектуальной игре команда 300 Менделеева, С-65. Замечательное впечатление. Я считаю, что в принципе нужно получать удовольствие от жизни, от всего. От работы, от игры, от команды, от людей, от замечательной ковер-группы, от всего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четвертый год подряд с легкой руки предпринимателя Сергея Новопашина пруд в парке Гагарина превращается в место притяжения салдинцев. За три сезона утки к месту уже привыкли. А вот у тех, кто за ними ухаживает, забот меньше не становится. В первый год горожане чуть не засорили пруд хлебом. Пытались отловить птенцов. Со второго стали более ответственными, но появилась новая напасть. У нас появилась чайка с дамбой. Я приходила и начинала таскать вот этих молодых пуховичков. Мы приобрели отпугиватели визуально. Хищных птиц в этом году мы обязательно их установим. В прошлом году мы их выставляли в конце сезона уже на водоем, для того, чтобы проверить, насколько они эффективно работают. В этом году спуск уток на воду доверили первоклассникам первой школы. Они решили стать добровольными помощниками инструкторов. Они будут изучать повадки не только уток, но и других пернатых обитателей парка, для которых изготовили кормушки. Это, можно сказать, и урок, и внеклассное мероприятие. Но на уроке, на занятии в школе такому детей не научить никогда. А когда ребятишки на практике видят этих уточек, трогают их, разговаривают с ними. Это урок любви, урок добра. И, конечно, это не разовое. Попав в родную стихию, утки тут же забыли о зрителях и просто наслаждались большой водой. На этом пока все. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами. До свидания. Мы находимся около авиаметаллургического колледжа. К нему прилегает большая территория. Конечно, здесь есть дорожки, но это место можно сделать красивее и комфортнее. А этот небольшой сквер находится через дорогу от парка Гагарина. Облагородить это место тоже нужно, и, возможно, именно тогда оно станет любимым для жителей Верхней Салды. Теперь эти территории в ваших руках. Только вы решаете, будут ли они благоустроены по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в 2023 году. Если тебе уже исполнилось 14 лет, пройди онлайн-голосование до 30 мая на сайте 66.городсреда.ру. Проголосуй, если тебе, конечно, не все равно. Привет! Меня зовут Лера. Я бы хотела с тобой познакомиться. Сейчас очень нелегкое время для тебя. Но ты знаешь, что в России есть люди, которые о тебе беспокоятся. Приносят все, от одежды до электрических чайников. Поэтому хочется от всего сердца поблагодарить каждого жителя, каждого неравнодушного человека, который звонит, интересуется, приходит и говорит, а чем я могу помочь? Благодарим наших предпринимателей, которые, несмотря на такое тяжелое время, приняли участие в этой акции. Распределяем все обязанности. Кто-то делает расклад по коробкам, кто-то склеивает, кто-то пишет. Люди откликнулись, приносили вещи. Это и женские, и много детских вещей, и мужские вещи, и приносили продукты. У нас получилось порядка 10 коробок. Коробочки такие большие. И мы теперь эту гуманитарную помощь наших металлургов мы увезем в общественный приемный день России. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с праздником весны и труда. И пускай всегда светит солнце. И даже если дождик, как сейчас, то только теплый. С праздником всех трудолюбивых! Желаю всем плодотворной работы, чтобы результат вашего труда соответствовал ожиданиям. Ну и хорошей погоды, несмотря ни на что, хорошего, созидательного настроения. С днём весны и труда вас поздравляю. Пусть ваш труд будет плодотворным, и любимая работа вдохновляет вас на великие дела. С первого мая. Желаю вам, чтобы ваша работа каждый день приносила вам только удовольствие, а отдых был головокружительным и запоминающимся. И желаю вам больших и маленьких побед каждый-каждый день. Для того, чтобы хорошо поработать, мне нужна хорошая физическая форма. Пару рывков и в ночь на работу. Всех с первого мая мира, добра, лёгкой работы и отлично отдохнуть. Поздравляю с первого мая. И от души желаю плодотворных и насыщенных бурных, честного и полноценного отдыха, весеннего настроения и большого вдохновения, весёлых историй и счастливых событий. Пускай первомайские праздники принесут вам больше сил, энергии, бодрости. А после них мы снова вернёмся на любимую работу. Их заказов очень много. Примите наши поздравления. Прекрасный, яркий, майский день. Пусть будет ваше настроение всегда цветущим, как сирене. Пусть будет жизнь прекрасна ваша. И дети счастливы всегда. Пусть будет дом ваш полной чашей удачи, счастья и добра. Всех коллег поздравляю с солнечным праздником 1 мая. Пусть принесёт весеннее настроение, солнечные надежды, мелодичную любовь и кучу красочных воспоминаний. Всех работников корпорации ВСМПО «Висмо» поздравляю с праздником весны и труда. Желаю ответственно относиться к своей работе, качественно выполнять производственные задания, обязательно соблюдать режим труда и отдыха, заниматься спортом. И отличное настроение будет вам обеспечено. Сегодня замечательный день. 1 мая. Я желаю всем жить легко и всегда иметь вдохновение и силы на работу. Выполним поставленные задачи, несмотря на всевозможные сложности. Мир трудмай с 1 мая. Мир трудмай. Работай, но и отдыхай. Хорошей всем теплой погоды, отличного весеннего настроения. В 1 маяский день труда всем желаю я добра. Пусть звучит из края в край вечный лозунг «Мир трудмай!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова